Всем привет! Сегодня отправляемся на поиски топинамбура, то есть земляной груши. Сегодня у нас декабрь в Одессе, немножечко похолодало. В общем самое время собирать плоды, урожай. Сейчас будем копать топинамбур. Заметил его еще с лета, давно хотел попробовать его клубни, но все никак не получалось. Летом копаем, там ничего нет кроме корней, но сейчас уже на зиму он должен был запустить питательные вещества в своих клубнях. Соответственно их попробуем откопать, почистить, помыть и попробовать на вкус в сыром виде. Томпинамбур у нас продается в магазинах, но как-то мне не доводилось его видеть и покупать. В общем в любом случае зачем платить больше, если можно нарыть соуму. Вот такие вот веточки. Растения, вроде бы, но, просто обычно когда показывают разные растения... А может поближе подойти? Обычно говорят, вот топинамбур, легко узнать по таким-то листикам, таким-то цветам и прочим. Ну вот сейчас осень и именно в то время, когда можно питаться его клубнями. Вот посмотришь на вот эти вот штуки и как-то совсем в нем топинамбур не узнаешь. Ну как-то совсем я не узнаю. Даже возникли какие-то сомнения. Ну в общем будем копать. В качестве лопаты на сегодня палка-копалка, древний инструмент. Будем пробовать. Так, ладно, попробуем. Снимать или выключить пока? Снимай, снимай. А поближе, наверное, давай. Да. Посмотрим. Ахоматик, два часа его быстро. Да нет, это быстро. Я один... Ого! Ого! Тихо-тихо. Что, сундук? Да, да, вот. По-моему, что-то нарыл. О, а ну там, снимай поближе. Вот это видно? О, так это же он и есть. Да, это он и есть. Это он и есть. Ребята, топинамбур настоящий. То есть, значит, не ошиблись. Хотя это, конечно, не факт. Вскрытие покажет. Да, это он. Да, он, он. Да, он. Конечно. Вот. Еще летом его тут заприметил. Думаю, надо будет наступить зима, осень, прийти откопать. Ну, наверное, парочку штук накопаем сейчас, чтобы хорошо распробовать. И потом будем пробовать его... Так, давай еще, да? Снимай его жарят как картошку. Да, наверное, всем делать все то же самое, что и с картошкой. Так, тут уже ничего. А вот что может еще? Еще такая палочка, что? Извините меня. Какой-то, ну, он большой. Да, да, да. Отлично. Ну, вот и чего. Так, чтобы было понятно по размеру. Ну, звука так, в длину, наверное, сантиметров 10 получается. Сам клубим. Ну, давай еще. Уже угрожай копать, так копать. Ого-го-го. Вот еще давай сюда. Вот, вот. Не так глубоко получается. Слушай, а это, по-моему, поползла... Подожди, это, по-моему, маленькая, это поползла... Как она называется? Которая... Ай! Которая кусается. Тын, на волосы. Блин, не могу найти. А, вот она, смотри. Это же это самое, да? Смотри, точно. Это она. Кто кусается? Да, вот эта вот штука, агрессивная. Вот она, смотри. Ага. Как она называется? Скалопендра. Да ладно. Слушай, я не знал, что у нас скалопендры есть тут. Ребята, скалопендра... Ой. Реально маленькая скалопендра. Ну, тварь очень ядовитая, поэтому лучше ее в руки не брать. В общем, еще один клубень. Ну, давай еще парочку, что-то я вошел в азарт. Оказывается, не так тяжело накопать даже вот палкой. Как раз у нас тут дожди прошли, все удачно. Копается земля легко. Ну, ладно. Что же, здесь соберу урожай, а людям ничего не оставлю, да? Ну, это ладно. Ну, думаю, что хватит, наверное. Сейчас еще чуть-чуть подкопаю. Ну, вот так оно выглядит, получается. Да много получается. Смотри, с одного растения получается достаточно много клубней. Все, вот нормальненько. Нормальненько накопали. Вообще, растение достаточно проблематичное. Кто его садил у себя на огороде, те знают. То есть, потом его проблема искоренить. Оно разрастается и не выводится. Вот, но палка нам больше не нужна. А вот наш урожай. Конечно, все мы тут есть не будем. Ура! Ну, в общем, вот такой вот получается топинамбур. Его еще называют земляная груша, но видно, что похоже на грушу. Он только с такими отростками. Сейчас немножко ополосну. Вот. И почищу еще больше от земли. От шкурки. Шкурка у него сверху такая есть. Вот. И попробуем его на вкус. Вот эти штуки, наверное, все поудаляю. Зачем они нужны. Все. Может быть, чистится великолепно. Ну, как морковка, да? Как и думалось. Чистится. Тут вот его уже кто-то погрыз какие-то. Видно, личинки насекомых. Что-то почистим. Ну, в общем, вот что получилось в чищенном виде. Там удалили все лишнее. Еще раз обмыли водичкой. Сейчас буду пробовать. Вот первый раз в своей жизни. Неожиданно вкусно. Ну, как. Он напоминает мне, он напоминает морковку. Ну, по консистенции живется, как морковка. То есть, хрустит на зубах. Плюс к этому всему добавляется такой легкий, сладковатый вкус, но совсем легкий. На грушу похоже? На грушу. Ну, я, например, не, на грушу совсем не вижу, чтобы она была похожа. Не знаю. Вот реально похоже на морковку, вот на серединку ее. Когда вот центр очистить от всей вот этой требухи, вот самый сладкий. Только он, получается, не такой сладкий, но вот кусается так же. И сока примерно столько же. Ну, в общем, вот ты его пробуешь. Скажешь свое мнение. Ты его раньше пробовала до 25 раз. Да, а я не пробовал. Что, застой? Давай. Мнение эксперта. Ну, ты уже знаешь, да, о чем? Ну, ладно. Аня просто раньше уже его ела. Да, похоже на морковку. Ну, мне начинают качан капусты на этот, кочерыжку. А, может быть, да. Да, может быть. Во-первых, он похож очень сильно. Да, вкусно. Очень вкусно. Мне нравится. Ну, его еще жарят. Что-то с ним еще делают. Салаты какие-то. Да. И жуется хорошо. На терку. Наверное, будет вкусно приправить всякими этими нюансами. Классно. Что могу сказать? То есть, в сыром виде, конечно, замечательно это есть, но поскольку, насколько я помню, там есть крахмал, все-таки лучше его термически обрабатывать для того, чтобы этот крахмал лучше усвоился. Но, с другой стороны, если у вас этого продукта полным-полно, вы его там не экономите, можете в любом виде накопать, у вас там полный огород, на целую зиму хватит, тогда можно, в принципе, термически не обрабатывать. Ну, просто крахмал лучше усваивается, если он термически обрабатывал, обработан намного лучше, чем в сыром виде. Поэтому сырой вариант, это такое, знаете, по-быстренькому, раз, почистили, поели и все. Ну, где-то, может быть, кстати, он напоминает еще, вот точно так же, корень лопуха. Вот корень лопуха тоже очень похожий по консистенции, но если от молодого лопуха, а если берете от старого, вы просто не угрызете. В данном случае, это беспроигрышный вариант. То есть, естся, я не знаю, сколько он там лет живет, но в общем, в любой год, когда появляются клубни, их можно свободно прожевать. Вот и все. В общем, решили приготовить топинамбур дома. Это жареный вариант. Ну, как картошку нарезал, такие вот тоненькие пластиночки и пожарил на масле. И там еще варится топинамбур, небольшие клубни. В общем, сейчас пока пробую жареный вариант, пока он не остыл. О, слушай, значительно лучше. Мягенько. О, ну, совсем другое дело. Во-первых, стал мягче. Уже не хрустит на зубах. Во-вторых, очень обменяет картошку, только сладковатую. Очень классно. Неожиданно. Не, серьезно, очень классно. Прямо. Редко, что я так ем с удовольствием. С дикой еды. Да, получилась та же самая картошка, по ходу дела, только сладковатая. То есть, замечательный вкус. Советую. Если бы этот топинамбур не рос в пределах города, можно было бы насобирать чуть побольше. А так, не очень полезно его есть. Собачки бегают. это такое. Во-вторых, транспорт недалеко ездит. Поэтому, чисто на пробу, да, но постоянно таким питаться лучше не стоит. Ну, пока с жареным попробовал. Картошка только сладкая. Сейчас будет еще вареный вариант. Сварили мы этот топинамбур. Варился он около 20 минут. И вот даже успел, ну, было понятно, он мягкий. Развариться успел. То есть, вот, шкурка с него отходит без особых проблем. Ну, разварился он. Можно его варить поменьше. Сейчас попробуем, что это такое. Ну, та же картошка вареная, только сладкая. Вообще, на самом деле, очень странный вкус, как-то непривычно. В общем, вот, чем-то подсластили картошку. Обычно картошку привык ужить соленую, а это вот какая-то сладкая. Ну, вполне, вполне. Вот еще. Свободно достается, то есть, видно, отделяется от кожуры. Ну, и шкурка остается. Вот. То же самое, в принципе, и с другими частями. Картошка, только сладкая. Все. Еще, конечно, было бы неплохо попробовать печеный топинамбур, но я думаю, что он мало чем будет отличаться от картошки печеный. Но вариант для туризма самый топ, поскольку для того, чтобы испечь топинамбур, не нужно никакой кастрюли, там, никакой сковороды. Просто кинули в угли, подержали некоторое время, раскопали, остудили и употребляйте. А на сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.